Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о самых ярких событиях этого дня. Начнем. Дело бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева передали в суд. Как сообщают алтайские следователи, свою работу они завершили. По их данным, еще в 2020 году через посредника чиновник получил взятку в размере 2 миллиона рублей от предпринимателя, который занимался оказанием пассажирских перевозок. Часть средств Шеломенцев хотела легализовать и за 1 200 000 рублей приобрел автомобиль. Следователи установили и факт получения взятки в феврале 2022 года на сумму в 600 000 рублей. В ходе предварительного следствия на имущество бывшего вице-мэра был наложен арест. Общая сумма составила 1 300 000. Окончательную юридическую оценку всему происходящему сделает суд. А в Калманском районе продолжают исчезать крупные водохранилища. Уровень воды в нем убывает каждый день. Две недели назад наша съемочная группа выезжала на место, чтобы убедиться в износе плотины, который еще и соединяет две части одного поселка. Однако, по сообщению местных властей, сведения о разрушении плотины и угрозе населенным пунктам в администрацию района не поступали. Подробнее смотрите в материале Юлии Щепиной. Просто жалко будет озеро. Очень жалко. Калманский район – поселок при разъезде Шиловский. Недавно здесь практически разрушилась плотина, которая не видела капитального ремонта больше века. Жители бьют тревогу. Уже в следующем году большое озеро превратится в болото. Здесь купалось народу. Она как жемчужина была, это озеро. И соседние из деревень приезжают. Они сейчас приезжают люди сюда купаться. Потому что дальше не в Шилово, здесь вот дальше в деревне. Нет уже близких озер таких. Их вообще нет. В этом году еще может оно простоить. Может быть. А весной его не будет, если его не сделать. Жители пытаются привлечь максимум внимания к проблеме, обращаясь в различные инстанции. В том числе в АКЗС. Я сделала запрос и в администрацию Калманского района. И сделала запрос в прокуратуру Латайского края. Поэтому мы... Ответов пока еще нет. Запросы я сделала только 8 июля. По словам жителей поселка, накануне озера посетили местные чиновники. Однако пока этим все действия и ограничились. Мы, в свою очередь, получили следующий ответ от администрации Калманского района. Плотина на реке Махавушка находится в муниципальной собственности администрации Шиловского сельсовета Калманского района. Сведения о разрушении Плотины и угрозе населенным пунктам в администрацию района не поступали. При весеннем плановом обследовании разрушений угрожающих населенным пунктам установлено не было. Каких-либо предложений от населения в адрес администрации Калманского района не поступало. Администрация района также сообщает. Проведение ремонтных работ не запланировано. Так как Плотина не является муниципальной собственностью Калманского района. То есть они даже не знают, что у них в районе происходит. Я думаю, что по ответу тогда мы уже будем добиваться, там тогда уже через правительство, чтобы внесли в программу. Конечно, здесь уже мы подходим, грубо говоря, к рассмотрению бюджета. Сентябрь, октябрь будет. Я буду, естественно, вносить изменения в бюджет по поводу этой платины, чтобы деньги выделились, и включить в программу. Ну а там примут, не примут. А мы вместе с жителями поселка пока продолжим наблюдать за тем, как разрушается плотина, а озеро превращается в болото. Юлия Щепина, День с толком. В госавтоинспекции Алтайского края отказались от дронов. Коптеры помогали ловить нарушителей, например, фиксировать выезд на встречку через сплошную. Такой способ был хорош тем, что дрон, в отличие от сотрудников ГАИ, издалека не видно. Но от беспилотников все же было решено отказаться. Причина – коптеры стали пугать людей в связи с тем, что сейчас происходит в мире. Из-за жалоб в госавтоинспекции было решено пока воздержаться от использования беспилотников на дорогах. Импортные автомобили могут резко подорожать уже в октябре. Причина тому – новый законопроект о повышении утилизационного сбора. Депутаты предлагают поднять налог на 70-85% и ежегодно индексировать. Зачем нужны очередные правки и как это отразится на конечной цене машин в Алтайском крае, расскажем далее. Когда нужно покупать машину? Вчера. Эта шутка уже не кажется смешной, учитывая новый проект об очередном повышении утилизационного сбора. Напомним, последние серьезные правки в законе неожиданно внесли в августе. Жители Алтайского края, которые заранее заказали машины из-за границы, как, к примеру, Антон из Камня на Аби, столкнулись с неприятными обстоятельствами. На тот момент он составлял 5200 рублей, но только после того, как мы узнали новости и узнали сумму, сколько будет стоить этот утилизбор, мы немножечко удивились. Миллион 270 теперь просит таможни за этот автомобиль при его стоимости 2300. И у нас недопонимание, стоит ли нам дальше восстанавливать автомобиль и эксплуатировать его, либо он так и останется для нас памятью. С 1 октября ставка на утилизбор может повыситься на 70-85%, и далее вплоть до 2030-го коэффициенты будут лишь расти на 10-20% каждый год. Согласно законопроекту, за автомобиль с объемом двигателя до 2 литров нужно будет отдать более полумиллиона, начиная уже с осени. Сейчас эта сумма составляет около 300 тысяч рублей. Подобные меры нужны для привлечения иностранных партнеров, считают эксперты. Вероятнее всего это перетягивание производства на территорию Российской Федерации, в первую очередь. Потому что здесь утилизбор будет значительно меньше, чем на возимые автомобили. Борьба с серыми дилерами и перекупами здесь идет в меньшей степени. Все же физических лиц, самостоятельно ввозимых автомобилей до 3 литров, этот законопроект не коснется. Так что вопрос относится по большей части к новым машинам из салона. В первую очередь к китайским. В пределах 200 тысяч будет повышение на среднюю модель, которая продается в России. То есть, возможно, порядка 100 тысяч. Но, опять же, в связи с конкуренцией, которая сейчас происходит, возможно, будут какие-то дополнительные акции, скидки на трейд-ин. После увеличения цен на новые машины может начаться резкий рост стоимости на БУ-экземпляры, как это обычно бывает. Так что законопроект может внести серьезные изменения в автомобильный рынок России. Данил Кузнецов. День с толком. Жители нескольких улиц в поселке Бельмесева боятся за свои жизни. В случае чрезвычайной ситуации к ним не смогут проехать специальные службы. Дело в перекрытой дороге, которую жильцы сделали за свои деньги. Кто ответственный за эти действия и как найти выход из сложившейся ситуации, выясняла наша съемочная группа. Так в поселке Бельмесева перекрыли дорогу жителям нескольких улиц. Сейчас вот, ну, сами видите, как здесь не пройти уже. Причем вчера этих двух куч еще не было. Жителям приходится проделывать значительный путь, чтобы добраться до центра поселка. Мы объезжаем по Солнечной, то есть она длинная, туда идет в конец практически поселка. И потом только по главной дороге выезжаем уже за пределы поселка. По словам жителей, ответственные за перекрытие предприятие Апарель, руководитель которого считает дорогу своей. Апарель, они здесь, ну, в качестве, наверное, управляющего, может быть, именно поселка, который бывший Радужный был. Сейчас-то все объединено, поселок Бельмесева. Пришел, сказал, вы здесь ездить не будете, и все. Я так решил. Платите деньги. Я говорю, сколько денег? Ну, 150 тысяч дорога, 156, по-моему, он говорил, 200 тысяч за воду. Он нам стал оставлять палки в колеса в виде там или блоков, или вот последний раз куча. Навалил кучу, то есть у нас, чтобы мы не ездили. Жильцы подчеркивают, на отсыпку дороги до основной, которая, по мнению Апарели, принадлежит предприятию, люди потратили порядка 100 тысяч, а теперь не могут по ней даже пройти. Дети, ходят дети из деревни, из Бельмесева, ходят в школу, потому что там до школы действительно очень близко, именно по нашей улице. Но там элементарно просто невозможно пройти человеку. То есть там такие кучи наваленные, трехметровые, это сделано специально, даже для того, чтобы на машине нельзя было объезд какой-то сделать. Я, если честно, в шоке от всей этой ситуации. У нас такие вот тут дорожные войны. Я говорю, дорога-то общего пользования. На всех кадастровых, публичных картах она числится общего пользования. Я говорю, ты почему решил, что она твоя? Ну я сказал, будет так и все. В администрации центрального района сказали, что дорога эта весенняя, она на самом деле проездная, и никто не имеет права ее перекрывать. И все, что сейчас сделали, это самоправство. Здесь акцент на парель, председатель Воробьев. А второй-то акцент, нас же перекопали с двух сторон. То есть и здесь заезд, и здесь. Вообще блокировка, не могли выехать. Здесь уже мы вручную закопали, как могли, чтобы легковая хоть прошла, несмотря на то, что людям надо строиться, это сроки тоже. С соседями, говорят люди, не нашли контакт. По их словам, они раскопали дорогу, объяснив это тем, что заменили ливневку трубой правильного диаметра. Но обратно закопать не потрудились. Почему перекопана труба? Потому что они взяли вот эту дорогу свою, самовольно, расширили до ширины 7 метров. И туда пошли кармазы, груженные. Вот эта дорога, она является как бы дамбой для стока снеговых вод. Поэтому тяжелая техника там ходить не может. Это не мы установили, это правительство установило. Траншеи вдоль дороги, каналы для стока вод, пояснил Николай. Поэтому совершить поворот на узкой улице тоже сложно. Вырыли траншею, сколько зимой туда попроваливались в том году. Зимой при мне было. Пожар, пожар когда был у этих, вот третий дом. Пожарка ехала отсюда, залетела в эту канаву. Ну и вы представляете, здесь вот сушняк, сколько домов нету жилых. Если тут пожар, тут полыхать будет, все поле. По словам собственников, они боятся за свои жизни и готовы сделать дорогу за свой счет. Ведь в случае чрезвычайных ситуаций спецслужбы не смогут к ним проехать. А ни пожарка, ни скорая не проедет. Вот не дай бог, что я говорю. То есть это вот, наверное, пока какая-то трагедия не случится, вопрос этот не решится. Либо какой-то самосуд уже вынесут этому Воробьеву, потому что люди уже наколены. Ровно год назад к нам уже обращались другие жители Бельмесева с жалобами на предприятие «Апарель». Они вынуждены были больше месяца жить без воды. Тогда общаться руководитель частной организации «Апарель» с нами отказался. Мы направили официальный запрос, который был проигнорирован. В этот раз удалось пообщаться с ним по телефону. Смотрите, я вам обману только скажу фразу, что Первая Ковыльная находится за пределами нашего микрорайона. Никаких дорог у них нет и никак они с нами не сочетаются. Поэтому, если вас интересует более подробная информация, давайте официальный запрос мы вам ответим. Мы отправили официальный запрос и обязательно еще вернемся к этой теме. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Республика Алтай стала самым дорогим регионом для отдыха в России, по крайней мере в июле. Анализ показал, что средняя цена отдыха в Горном на двоих примерно 107 тысяч рублей. На втором месте расположилась Камчатка. Третье место – Московская область. Спрос на столицу России вырос на 18%. А вот на четвертой строчке – Алтайский край с ценой почти 75 тысяч рублей на двоих. И топ-5 замыкает Якутия. Там отдых обойдется примерно в 68 тысяч. Авиашоу, салют, фестиваль национальных культур и другие мероприятия ждут барнаульцев в день рождения города. В этом году Барнаулу исполнится 294 года. Валентина Аскерова подробнее расскажет, какие праздничные мероприятия точно не стоит пропускать. День города жители и гости краевой столицы отпразднуют в последний день лета – 31 августа. Праздничные мероприятия пройдут под эгидой Года семьи. В этот день запланирована насыщенная культурно-развлекательная программа. Основные мероприятия по традиции пройдут в самом центре города – на площади Сахарова. С 12 до 16 часов планируются спортивные программы «Барнаулспортивный город чемпионов», в рамках которой пройдет фестиваль «Готов к труду обороне», соревнования по гиревому спорту, арбрейслингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту, а также соревнования по специальным настольным играм для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В парке «Центральный» Барнаульцев ждет фестиваль национальных культур, а на набережной – авиашоу. С 5 до 6 вечера над акваторией Аби пролетит авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Пешеходная улица Молотобольская также станет центром притяжения в день города. Там стартуют ярмарки и выставки. Концепция выставки включает участие музыкальных групп, танцевальных коллективов, проведение квиз-игры «Барнаул-туристский», также проведение четырех мастер-классов и работы шести игровых зонт с инструктором. В рамках выставки нас планируется также проведение арт-шоу с участием профессиональных художников и песочного шоу с соблюдением тематики мероприятия. Также ко дню города краевая столица преобразится. Праздничное оформление города планируют завершить к 23 августа. Глава «Барнаула» Вячеслав Франк на совещании в мэрии поручил профильным комитетам и администрациям районов держать на особом контроле подготовку к празднованию дня города. Валентина Аскерова, день с толком. 3 и 4 августа на улицы «Барнаула» выйдут городские коты. Так называется квест-игра. Ее участники – велосипедисты. Им предстоит несколько часов колесить по городу, но не просто крутить педали, а отвечать на вопросы, связанные с историей Барнаула. Кому принадлежит идея создания такого квеста? Есть ли возрастные ограничения? Будут ли победители? Узнавала наша съемочная группа. Велосипедное сообщество «Катафуд» существует уже не первый год. Оказалось, что велосипедисты не против совместить приятное с полезным, катаясь по городу, изучать его историю. Помочь им в этом в свое время вызвался местный краевед Данил Дегтярев, а позже родилась идея сделать совместный квест. Первый блин в прошлом году не оказался комом. Квест состоится снова. Вся игра будет проходить, по сути, с помощью мобильного телефона. То есть участник будет получать задачу, вопрос в телефоне. То есть это некое секреченное место в городе. Это могут быть исторические места, памятники, здания, какие-то арт-объекты современные уже. Участник приезжает на это место на велосипеде, кликает в телефоне кнопочку «Проверить». И дальше уже либо он угадал, и ему выдается следующее задание, либо он не угадал, и он ищет далее уже эту точку. В общем, если велосипедист знает историю, то квест он может пройти и за три часа, а то и быстрее. Если нет, можно колесить по городу все 20 часов и дольше. Правда, организаторы говорят, предусмотрена система подсказок. Если кто-то вообще ничего не знает о Барнауле, то для него вопросы будут сложные. Если вы ходили на мои экскурсии, если вы смотрели видео со мной, если вы читали какие-то мои материалы, то вам будет проще ответить на эти вопросы. Я бы очень хотел, чтобы все, кто дружит с двухколесным другом, и те, кто интересуется нашим городом, обязательно присоединились к квесту. На момент съемки сюжета желающих поучаствовать было уже 140 человек. Возрастных ограничений нет. Это может быть как молодежь, так и взрослые люди, дети в сопровождении взрослых. Главное умение кататься, наличие велосипеда и мобильного телефона. Выбрать можно и маршрут. Первые две категории легкие, они будут проходить в районе старого города, то есть, грубо говоря, это от площади Октября, то Речного вокзала. Две сложные категории будут проходить, по сути, по всей территории города, кроме каких-то удаленных районов типа Южного. Я очень надеюсь, что вот такие форматы, как это сейчас называется, интерактивные, да, интерактивные изучения истории, вот это сделает популярным исторический центр Барнаула и вообще, в принципе, любые исторические объекты нашего города, ну и для молодежи, конечно, в первую очередь, хотя практика показывает, что катаются на велосипедах у нас далеко не только молодые люди. Регистрация на квест еще идет на сайте сообщества Катафот. Будут и победители игры, набравшие наибольшее количество баллов за правильные ответы на исторические вопросы, получат призы от сообщества и спонсоров. Но главное – это хорошее настроение и прогулка по городу на любимом двухколесном друге. А еще организаторы надеются на хорошую погоду. Во время съемок нам не очень повезло. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. День танцев, день спорта или талантов – это не про календарь праздников, а про насыщенную программу в детских лагерях края. Несколько мероприятий в день и все для того, чтобы дети не скучали в летний период. За этим стоит целая команда педагогического отряда. Наша съемочная группа узнавала, как вожатые готовятся к лагерным сменам. Время 10 утра – значит самое время. Начиная свой лагерный день с линейки, на ней подводятся итоги прошедшего дня. Награждают лучшие отряды и самых активных детей. А после – репетиции, спортивные игры, творческие мероприятия и не только. Чтобы организовать досуг, вожатые и их помощники начинают готовиться еще в январе. Сборы, обучение – все для того, чтобы ребенок был в восторге от каждого дня в лагере. Вожатым может стать, в принципе, любой студент, который состоит в студенческом отряде. У нас для этого есть программа определенная. Мы их обучаем в педагогическом университете. То есть они проходят полноценный курс подготовки более трех месяцев. Получают сертификат, по которому они имеют право работать в лагере вожатыми, либо помощниками вожатыми. Каждый из вожатых в летнее время готов стать для ребенка настоящим другом и самым близким человеком. А лагерная романтика поспособствует тому, что и после смен они не перестанут общаться. Для каждого ребенка ты должен быть своим, ты должен быть индивидуален для каждого ребенка. Подход должен быть к каждому из них, и тогда ты будешь лучшим, они тебя запомнят. И будут вспоминать еще долгие годы. Ну, конечно, не грустить, всегда заряжать позитивом, наверное, это главное у вожатого. Внимание детей, их эмоции, слова благодарности и доверие к вожатому. Если все это есть в конце смены, значит все труды не зря. Для меня вожатый – это человек, который готов любить своих детей, заботиться о них, уважать их мнение и все остальное, проводить с ними время. Вожатые – это и друг, и наставник, они могут им помочь советом, поддержать и весело провести время вместе с ними. Это очень важные люди, самые важные люди нашего отряда. Если возникли какие-то проблемы, если возникли какие-то идеи, то надо обращаться всегда к ним. Будешь спешать по лагерам? Конечно. Какие моменты будешь чаще всего вспоминать? Моменты, проведенные вместе с друзьями. На сегодняшний день поддержка студенческих отрядов является одной из приоритетных направлений в реализации молодежной политики. В Алтайском крае есть специальные программы, за счет которых осуществляется финансирование в поддержку деятельности студотрядов, а также различные гранты для студентов. Это же все-таки про традиции, про то, о чем ты будешь рассказывать потом и своим друзьям, и коллегам, о чем будешь вспоминать. На этом рамках государственного программа, подбесмотрены финансирование. Финансирование каждый год планомерно увеличится, учитывая и спектр возможностей, и учитывая тот формат о том, что направления студенческих отрядов, они расширяются. В настоящее время в студенческих отрядах края порядка пяти тысяч бойцов. Они работают в таких направлениях, как педагогическом, сервисном, строительном, медицинском и сельскохозяйственном. Есть и отряды пассажирского комплекса железнодорожного транспорта. Ребята работают в поездах, как и в Алтайском крае, так и по всей России. И для каждого из них это особый период жизни. Дмитрий Дрознов, Данил Кузнецов. День с толком. Что ж, на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а далее узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok